Ну что, друзья, всем привет! Хочу вам кое-что показать и, самое главное, два необычных видеосюжета. Просто-напросто от нас скрывают много чего интересного. И ведь это, друзья, реально странно, да ещё и страшно. Досмотрите до конца, ставьте лайк, подпишитесь, ну и если будут у вас вопросы, то задавайте. Вот, что скрывала Россия. Обман раскрылся. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Тайна НЛО. И мы сегодня с вами разберём несколько удивительных фрагментов. А вы до конца досмотрите, поставьте лайк или подпишитесь. За последнее время много чего интересного происходит. И в первую очередь, друзья, то, что происходит, надо как-то узнавать. События реально это всё происходит или нет. Есть множество событий, которые от нас скрывают. Вооружения, тайные орудия и так далее. Но кто за этим стоит? Кто-то считает, что это стоит, скорее всего, какие-то власти. А кто-то говорят, что это стоят те люди, которые создают новые технологии. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать правду. Почему всё это происходит прямо у нас на глазах? Есть множество событий, которые не утверждения и не хотят говорить правду. Но почему тогда множество людей знают про эти технологии? Они скрывают и скрывают постоянно. Почему множество таких летающих объектов создаются для того, чтобы контролировать какие-то страны, какие-то события и так далее? Ведь это всё похоже на какой-то фейк. Но это моё субъективное мнение. Есть множество других технологий, которые создаются для того, чтобы та часть людей не думали, что нет НЛО. Всё-таки реально знать правду о том, что, скорее всего, космические корабли есть. Их очень много. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать правду. Что Байден, что Путин, что Трамп, что все другие страны, они знают про несколько интересных технологий. Ведь каждая страна сбивала НЛО. Каждая страна пыталась уничтожить какие-то там сверхсекретные данные о объектов НЛО. И даже были случаи, даже сбивали. Но за последнее время даже они утверждают о том, что, скорее всего, будут необычный формат событий. Вторжение объектов НЛО на Землю. И тут сейчас готовятся в основном многие чиновники. Но, опять же, это было сделано, когда Конгресс сам заявил о том, что мы не в силах остановить вторжение НЛО. Но представьте на самом деле, если так и есть, они прибудут, а может их и нет. Это часть какой-то технологии, которая появится скоро. Ведь множество людей, которые реально будут знать правду, они будут в шоке от того, что их будет ждать. Множество наших зрителей, конечно, задают один и тот же вопрос. А если даже Трамп знает все про эти технологии, он что-то будет менять? Нет. Потому что это сверхсекретные технологии. А когда сверхсекретные технологии, это, друзья, происходит досконально странным путем. Новые вооружения, необычные технологии, опасная армия или что-то еще. Представьте, летающие объекты меняют траекторию в мировых событиях. А Трамп, конечно, понимает ситуацию. Ему легче скрывать реальные события, которые могут произойти. Опять же, это мои догадки. Но вот посмотрите это видео. Это необычный видеосюжет, который вы сейчас наблюдаете. Никто не может дать пояснение к тому, откуда они берутся, почему они берутся и для какой цели. Ведь каждый человек не понимает ситуацию. А ведь эти технологии очень-очень опасны. Вы даже про них еще не знаете. Но они создаются для того, чтобы не пугать людей, а создавать видимость. Например, множество объектов НЛО часто замечают именно в горах, в лесах, в полях, в океанах и морях. Вы не задавались причиной их появления? Ведь самый маскировочный момент – это Черное море. В горах – это снежные глыбы, снега и так далее. Ведь в горах всегда происходят уникальные моменты. И спутники их даже тяжело заметить. Но что на самом деле происходит дальше? Дальше происходит то, что множество зрителей и подписчиков не задаются одним и тем же вопросом. Что и как это может произойти? Ведь множество летающих объектов меняются и будут меняться. Вот, например, один из этих видеокадров, который вы видите, заснял очевидец, когда два туриста или человека заметили, что рядом с их автомобилем находится какой-то необычный объект. Они подумали, что это что-то наподобие розыгрыша. И начали подходить к нему. Вы видите эти уникальные кадры. Как утверждают данные, это видео где-то было заснято в Грузии. Но опять же, множество событий, которые мы с вами, друзья, видим, слышим, не оправдывают ситуацию. Поэтому множество технологий просто засекречены. И засекречены так, что нам это не узнать никогда. Но это, друзья, только полбеды о том, что на самом деле происходит. Ведь множество технологий, которые создаются, их создают для того, чтобы они напоминали новых секретных разработок. Поэтому множество людей или даже видят НЛО, но потом они меняют траекторию сообщений, своих мыслей. И сразу понимают, что это не так. Но на самом деле тысяча и тысяча НЛО движутся на нашу землю. Это так и есть. И от этого не уйти. Но если это не НЛО, тогда что это может быть? 50 на 50. Весь все эти технологии, которые на самом деле происходят, никак не оправдывают ситуацию. Поэтому технологии, которые на самом деле есть, друзья, они скрывают реальность и необычность. Поэтому множество событий, которые на самом деле есть, это опасное оружие. Это не термоядерные ракеты или что-то наподобие. Это что-то другое. Поэтому, если вы хотите знать реальные события, то вы должны понимать, что множество таких моментов, они происходят неспроста. Технологии бывают разные, оружия разные. Но сейчас за последнее время меняется все вокруг. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, кто за этим стоит. Но такие технологии, которые сейчас мы с вами, друзья, видим, это уже не первый случай. Тысяча и тысяча лет назад эти технологии находились под землей. Но кто-то их-то выкопал. Но это еще точно неизвестно. Но правда то, что множество таких технологий, которые мы сейчас с вами видим, друзья, это очень интересный момент и очень странный. Как вы думаете, если это, друзья, происходило в этом месте, то представьте, что будет происходить дальше. Я, конечно, удивлен в событиях и в технологиях. Но если это окажется реально оружием других стран, то это будет странно. Ну а пока что мы видим такие технологии, это уже опасно даже смотреть. Ставьте лайк, друзья, подписывайтесь. Ну а я с вами прощаю. Вот я уже снял пляж. Всем привет, друзья. Вы на канале Тайная НЛО. Есть много интересных моментов. В Уляновске был замечен неопознанный летающий объект. Идет необычная дилемма о том, что это вообще не был НЛО, а скорее всего был военный, секретный и очень опасный объект. Ну, нам неизвестно. Наши зрители и подписчики часто выкладывают очень интересные моменты и рассказывают про то, что это все придумано. На самом деле, если вы видите такие уникальные события, и даже в своем городе, то знайте, это все происходит неспроста. Есть много других интересных событий, но военных, полицейских и других органов службы не было. Значит, это все-таки и правда что-то похоже на секретный и очень опасный объект. Но много людей, конечно, скрывают об этом. Ибо то, что мы сейчас с вами, друзья, видим, это не значит, что это не объект НЛО. Тогда будем идти по той дороге, которую мы должны сами видеть, слышать и понимать. А это только пол события, которое нам показывают зрители. Но не торопитесь, еще в одном месте был замечен объект. Как вы думаете, где это видео могло так напугать жителей этого городка, что множество событий сразу разлетелось по всему миру? Перед вами летающий объект, который завис на одном участке города. Информацию пока не буду вам разглашать, но это видео было заснято в августе 2024 года. А именно то, что вы видите, этот объект полгорода просто отключил электричество. Да, такое бывает, когда ты что-то видишь и что-то недопонимаешь. Но на самом деле множество событий, которые происходят, это также влияет на то, что мы, друзья, с вами понимаем. Оказывается, тоже может какой-то быть объект, или тайное оружие, или что-то похожее, но нам пока неизвестно. Мы видим те иные события, которые нам показывают зрители. Не торопитесь. Как утверждают дальше данные, этот объект излучал огромные-огромные электромагнитные волны. Да, у множества людей резко стала проблема со здоровьем, голова окружения, тошнота и даже рвота. Но об этом тоже вам никто не скажет. А это видео уже было такое интересное, что множество событий просто удивленно смотрят, что происходит. Перед вами самый настоящий момент истории. Нет, друзья, это не вторжение. Пока что. Мы видим, как гигантский портал открылся прямо в горах Кавказа. И оттуда мы видим, как вылетает нечто интересное, а может даже и опасное. Это видео набрало почти 2 миллиона просмотров за то, что мы сейчас, друзья, видим. Этот неопознанный летающий объект реально прям напугал множество людей. И реально этот объект находился в этих местах почти целый час. Но то, что вы видите, я думаю, вы первый раз видите такое нечто страшное. Этот объект, похожий на какой-то челнок, после этого полетел в сторону другого необычного момента, а именно в сторону Черного моря. Множество зрителей были в шоке от увиденного. Но это еще не все. А следующий у нас удивительный момент, который скрывают от нас, это летающий дискообразный объект. Вот здесь очень интересный момент. Я часто говорил о том, что летающие объекты любят горы, особенно кавказские. И здесь, друзья, происходит уникальный момент того, что мы сейчас наблюдаем. Летающий объект заходит за облака и там просто растворяется. Интересно. Но много людей, конечно, не видели этот необычный видеосюжет. Ведь множество зрителей просто целенаправленные смотрят на ту иную ситуацию, которая происходит в этих уникальных событиях. Но ужас, который на самом деле ждет каждого человека, это прилет, вторжение или нападение на нашу Землю. Вопрос только один. Почему мы пока видим эти летающие объекты, а власти ничего не делают? Есть множество нюансов, которые вы должны знать. Власти может заключились с такими инопланетными существами необычный договор, контракт или как их называют, неизвестно. И даже сейчас, друзья, мы видим, как истребители, даже есть моменты, как сопровождают эти объекты НЛО, но даже их не сбивают. Но есть и те случаи, которые избивают НЛО. Не так давно ВВС сбило НЛО. Но это никто не скажет и не покажет. А этот необычный видеосюжет, который вы сейчас наблюдаете, был заснят в Грузии. Как вы думаете, друзья, что здесь интересного и необычного? Этот летающий объект просто, как утверждает, вообще не объект, а дрон или разработка или что-то еще. Опять же, мы видим только ту иную ситуацию, которую нам показывают. Но на самом деле, все исходящие события, которые происходят, это, друзья, удивительный и необычный момент истории. Мы пока видим то, они оказывается могут выпускать не только НЛО, но и дроны. Они как будто что-то ищут. Ищут уже не первые десяток лет, а может и больше. Зачем они здесь? Почему? Кто это, друзья, допустил? Я не знаю, но множество наших зрителей, подписчиков, замечают, как к МКС подлетают эти неопознанные летающие объекты. И что они хотят, неизвестно. И мне кажется, что-то скоро произойдет. Ведь это, друзья, уже готово к чему-то необычному. Ну а вы, друзья, конечно, можете видеть эти необычные видеосюжеты постоянно. То, что остается на земле, останется навсегда. Ну а я с вами, друзья, прощаюсь. Спасибо за внимание. С вами был Тайна НЛО.